Всем привет! Вы на канале FreeMotors. Сегодня у нас 31 марта. Зима закончилась, весна в разгаре, солнышко, плюс 10. Пришла пора поменять резину. На автомобиль установлена все еще зимняя резина. Если ваши летние колеса перед зимой не были подготовлены к хранению, не отмыты, не протерты, то сразу их устанавливать на автомобиль нежелательно. Иначе вот эта вся скопившаяся грязь, прилипшая, присохшая к диску, даст вам на автомобиль вибрацию, когда вы будете ехать. Желательно перед установкой их отмыть, если уж не было возможности их помыть перед зимой. Ну, для этого, конечно, лучше использовать кёрхер. Если нет, можно взять щетку, шланг, ведро, все это очистить. В противном случае, если нет обстановки, места, просто грузите колеса в пакетах в багажник, везите на автомойку и там отмывайте колеса перед установкой. Ну вот, так-то лучше. Совсем как новые. Ну, почти. Теперь осталось установить на автомобиль. Что нам потребуется? Нам потребуется баллонный ключ. Пока автомобиль ещё находится на земле, не поддомкрачен, берём баллонный ключ и ослабляем все болты. Это необходимо сделать до того, как вы использовали домкрат. Ослабляем не сильно, чтобы машина не упала. Если вы поддомкратите автомобиль и после этого попробуете открутить болты, затянутые сильно шиномонтажником, ну, либо сами вы меняли колеса до этого, то колесо будет просто прокручиваться, и у вас не получится сорвать болт. Так, ну, в принципе, у меня все болты уже откручены. Сейчас просто уже проверяю. Да, всё, всё расслаблено. Можно автомобиль домкратить, поднимать и менять колеса. Заводом-изготовителем автомобиля Lada Vesta, конечно, предусмотрен домкрат в комплекте в багажнике, но он не для ежегодного шиномонтажа. Тот пластмассовый пятиразовый домкрат рассчитан для экстренной ситуации в случае поломки на дороге, на трассе для замены запасного колеса, для установки запасного колеса. Так что для шиномонтажа советую использовать какой-то более крепкий, купленный отдельно домкрат. Ну, вот такой домкрат был приобретён ещё пару лет назад. Железный, надёжный, проявил себя хорошо. Очень важный момент. Перед тем, как начать домкратить автомобиль, необходимо поднять ручник и поставить автомобиль на скорость. Если автомобиль с коробкой МТ устанавливать на скорость, его нужно с включенным зажиганием. Иначе, переведя рычаг в режим А или в режим Р, ничего не произойдёт. Автомобиль так останется на нейтральной передаче. Так, автомобиль поддомкрачен. Для поддомкрачивания автомобиля имеются специальные поддомкратные площадки спереди и сзади. Их рекомендую использовать при штатной замене колёс. Но когда времени мало, нужно быстренько поддомкратить, как бы на свой страх и риск. Я вот прокладываю вот такую деревяшку посередине под лонжерон. И упираясь в неё домкратом, поднимаю всю сторону. Это позволяет мне поменять сразу два колеса спереди и сзади. Также ещё про технику безопасности стоит отметить, что когда вы подняли, поддомкратили, открутили первое колесо, сняли его. Его необходимо тут же подложить под машину. Не выкидывать его в сторону. Куда-нибудь в область мотора вы его закатываете. Тем самым вы обеспечиваете себе защиту рук, ног в случае падения с домкрата. Машина упадёт на колесо. И вот здесь, вот в этом пространстве, не зажмёт ваши конечности. Так, также сняв колесо, вы сможете осмотреть тормозную систему переднего колеса. Здесь мы видим, достаточно сильная ступенька образовалась. Автомобиль проехал 33 тысячи. Официальные дилеры при техническом обслуживании на 30 тысячах поставили в рекомендацию замену тормозных дисков, замену колодок. Толщина колодок, оставшись, составляет примерно 4 миллиметра. Но вот что действительно вызывает нарекания, это вот ступенька на тормозном диске. Ценник, который был предложен официальным дилерам, составил в районе 7500 рублей за замену передних тормозных дисков. Также плюс ко всему этому добавился ценник 3000 рублей техническое обслуживание тормозного суппорта и замена колодок. Я считаю данную цену не соответствующей действительности. Ознакомившись с прайсами, с ценами в интернете, в наличии в магазинах, все стоит гораздо дешевле самому, если все это делать. Но опять же, если вы в этом разбираетесь, или если у вас есть достаточно много свободного времени, чтобы изучить материал в интернете и самостоятельно произвести данную процедуру. Сейчас я просто ставлю летние колеса, в ближайшее время, 2-3 дня появится у меня возможность закупить все необходимые запчасти и заменить, обслужить передний тормозной узел. Об этом также, соответственно, будет снято дополнительное видео. Прошу подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а я продолжаю замену колес, с зимних колес на летние. Установив переднее колесо, смотрим, чтобы совпадало отверстие колеса и резьбовое отверстие, куда вставляется болтик. Немножко не совпадает, довернем. Так, все, первый болт наживили. Перед наживлением необходимо осматривать резьбу, чтобы не было грязи, потому что, если, допустим, вы бросили на песок, поднимаем, тут песчинки остаются в резьбе. Их желательно устранить. И наживляем первые несколько витков руками. Ни ключом, ни пневмогайковертом. Меня очень сильно раздражает на шиномонтаже, когда шиномонтажник представляет себя обслуживающим персоналом Формулы-1 и начинает эти болты, джин-джин-джин, быстро даже не глядя, пошла резьба, не пошла. А потом с удивленным лицом говорит, а у вас тут резьба слизанная. Вам необходимо заменить ступицу или болт. Да ты чего? А то, что ты его только что крутил 40 ньютонов на метр, пневмогайковертом, сразу махает, нормально? Один раз была такая ситуация, когда шпильку отломили. И удивленным лицом говорит, а вы знали, что у вас тут шпилька поломана? А он, видимо, не видел, что человек стоял сзади хозяин. И наблюдал, как он отламывает эту шпильку, этот шиномонтажник. Еще спорил, что не он виноват, а что автомобиль старый или еще что-то. Но в конце концов, все-таки он согласен был, что он был неправ. И за свой счет поменял шпильку в сервисе. Так, ну вот сейчас, когда уже все наживлено рукой, протягиваем ключом, протягиваем крест-накрест. Получается, начинаем, допустим, с этого болта. Затянули. Напротив болт. Затянули. Теперь здесь немного смещаемся. И далее вот таким образом крест-накрест получается затянуть. До снятия с домкрата не получится у вас полностью протянуть ступицу. Поэтому затягиваем то, насколько хватает здесь силы. Не закрываем колпачок, чтобы не забыть протянуть дальше болты. Просто его аккуратненько куда-нибудь в сторонку кладем, чтобы не наступить, не раздавить. Так, переходим к установке и замене заднего колеса. Сняв заднее колесо, также не забываем про технику безопасности. Не откидываем его в сторону, а подкладываем под автомобиль. Все, после этого приступаем к установке летнего колеса. Иначе в случае падения домкрата вам не избежать травмы. Колесо установлено, от руки затянуты болты. Так как автомобиль вывешен, не получится протянуть сильно. Также не ставим колпачок, чтобы опустив машину не забыли вы протянуть. Вытаскиваем заднее колесо с под машины. Теперь вытаскиваем переднее колесо. И теперь уже нужно внимательно напускать домкрат, чтобы не соскочило. Хотя машина уже на колесах обута, но все равно мало приятного, если в момент спуска машины с домкрата он вдруг хрустнет, упадет, сломается или еще что-то случится. Все, домкрат опущен. Вытащили его оттуда. Теперь сразу, не забыв, протягиваем также крест-накрест все болты. Но, к сожалению, видео снять помочь некому. И одной рукой затянуть не смогу. Так что это сделаю за кадром. Болты протянул. Теперь устанавливаем колпачок. Также осматриваем, чтобы не было песка, грязи. Грязь, песок нам ни к чему. Другой неудобно. Плотненько все установлено. Да, этот шикарный вид на литье на 16-х колесах, зимние 15-е на штампах, очень сильно портили внешний вид автомобиля. Закончив с одной стороной, переходим на другую сторону. Соответственно, перекидываем кирпичи. Также рекомендую перекидывать под переднее колесо. Так как здесь мотор, самая тяжелая часть автомобиля. И он придавит колесо в кирпичи. И зафиксирует автомобиль, чтобы он не укатился. Далее. Так как у нас уже высвободились колеса зимние с этой стороны. Можно сразу их подсунуть с этой стороны. Без домкрата полностью не залазит. Тем не менее, уже они подготовлены. Будут лежать на своем месте. Также берем заднее колесо. И сразу подготавливаем, чтобы его засунуть с этой стороны. Напоминаю, что перед тем, как поддомкратить, необходимо ослабить болты. Болты уже ослаблены. И я уже приступаю сейчас к поддомкратчиванию автомобиля. Также, леди и джентльмены, стоит обратить внимание на наличие направленности резины. Резина бывает направленная. На ней указано направление вращения резины. В соответствии с этой стрелочкой она указывает направление в эту сторону. Стоит понимать, что эти покрышки должны устанавливаться с правой стороны автомобиля. То есть, они вращаются по направлению стрелки. Если такой стрелочки нету, скорее всего, на покрышке будет указано аутсайд ну и соответственно инсайд сейчас постараюсь найти так, ну, то есть, получается, на логику производитель этой резины решил не писать инсайд В случае, если нету направленности, то необходимо соблюдать на шиномонтаже установку покрышки внешней стороной на внешнюю сторону. Если есть направленность, то соберется она без разницы, в какую сторону, но в соответствии со стороной установки на машину. То есть, зимняя резина у меня была направлена. Протектору видно. Так, в виде стрелочек сделан протектор. Если он установлен правильно, то автомобиль без проблем трогается по льду, по снегу, не очень глубокому и оттормаживается без проблем. Если вы устанавливаете неправильно, то резина начнет забиваться, замыливаться и устойчивость поездки у вас будет очень ужасная. Часто вижу комментарии, которые в интернете пишут, что купил резину, все ее хвалят, а она ни хрена не едет. И фотографии прилагаются к этому посту, а там колеса установлены в обратную сторону. Естественно, она не будет работать. С летней резиной, в принципе, проблемы, какие могут быть связаны, если вы неправильно поставили. У вас будет автомобиль рыскать по дороге. Вы будете ехать 90, 100, 110 и постоянно будете подруливать. Так как протектор будет пытаться сама очиститься, а он не в ту сторону установлен. И машину будет немного кидать в ту или иную сторону. Соответственно, повышенный износ резины. В случае также наезда на какое-то препятствие в виде болта, гвоздя, 100% она залетит в покрышку, но вы пробьете колесо. Также, если неправильно будет установлено неизбежное аквапланирование, по мокрой дождевой дороге автомобиль будет сносить в сторону наклона асфальтовой поверхности. Эти моменты учитывайте. При смене резины самостоятельно важно на них смотреть. Обращайте на это внимание. Изучайте перед заменой колес. Не делайте ошибок. Я тем временем уже поставил переднее колесо. С той стороны оба колеса поменены. Остается вот четвертое колесо. По времени у меня ушло примерно 40 минут вместе с мойкой колес летних. И вот сейчас еще минут 10 прикручу колесо, поставлю. Достаточно долго все это делаю, так как осматриваю состояние подвески попутно с заменой колес. Здесь вот Lada Vesta 33 тысячи пробега. Вижу, что потеки на заднем правом амортизаторе. Остальные амортизаторы без потеков, без запотеваний. Соответственно, время появится, дает до официального дилера. И буду задавать вопросы по поводу гарантийного срока. Честно говоря, не помню, какой там ресурс по километражу входит, если еще в гарантию эти узлы. Надеюсь, что входит. Так как передние амортизаторы, стойки стабилизатора, саленблоки, все менялось по гарантии до пробега еще 15 тысяч километров. Автомобиль 2017 года. Одна из первых модификаций 1.8 AMT, на которой еще не были применены желтые саленблоки. Сейчас там все уже поменено. У меня, в принципе, все устраивает. Осталось вот с задком разобраться. При проезде неровности никаких дискомфортов не ощущается. Ну вот, визуально видно, что маслица побежала. Колеса установлены на своих местах. Из-под машины вытащена зимняя резина, которая лежала для безопасности, чтобы не упал домкрат. Протянуты после опускания домкрата все болты. Установлены колпачки. Декоративные, пылезащитные. Внешний вид автомобиля, естественно, преобразился. На литье смотрится красивее. Но тут еще не стоит радоваться сильно. Резина хранилась. Долго лежала в помещении. Давление, скорее всего, не соответствует норме. Так что после замены резины необходимо достать компрессор с багажника и проверить давление. В случае необходимости накачать, либо подспустить. Ну, как в большинстве случаев, приходится подкачивать. За зиму немножко теряет давление резина. Ничего страшного. Также, не расслабляясь, желательно снятую зименную резину законсервировать на лето. Как мы видим, большой нарост грязи с внутренней стороны. Так как снаружи все-таки машина мылась, на мойку заезжала. А изнутри, естественно, все это не вымывается. Также рекомендую спустить давление до единички. Так как летом на улице будет очень жарко, и где бы ни хранилась резина в помещении, либо на улице, температура будет повышаться, давление, соответственно, будет увеличиваться. Если вы оставите рабочее давление 2-2,2 кг, оно будет возрастать негативно воздействием на состояние покрышки. Так что отмываем. Все чистенько, протираем насухо. Влажную резину не складируем, даем ей просохнуть, чтобы не плесневело, не ржавели диски. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки, комментарии. Всем спасибо. Пока-пока. Зая, ну я все рассказал уже. Что ты меня снимаешь? Я просто колесо буду качать. А, я думала, это должен быть звезда Ютула. Ну ладно, что, придется дальше рассказывать. В общем, подсоединяем шланг. Так тебе надо, чтобы видно было, или только ролики. Это все мне нам нужен. Людям надо смотреть материал. Смотрим. Давление поближе. Вот так. Примерно 1,9. Подкачаем. 2,2. Хватит тебе ездить? Да. А, ну все, хорошо. Заднее колесо 1,2 килограмма за зиму подспустило. Видимо, где-то то ли трещина, то ли по борту резина подслоилось немножко. Ну ладно, накачаем, посмотрим, пару дней понаблюдаем. Может быть, придется еще на монтажку уехать, чинить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok